Ребята, всем доброе воскресное утро! И это к нашей огромнейшей радости последний летний книжный завтрак. Я уже предвкушаю осень. Я только с недавних пор, последние, наверное, лет пять, я поняла, что мое любимое время года это осень и желательно осень поздняя, когда уже все такое вот помрачневшее, пасмурное. Это отлично, потому что прохладно, ребята! Ребята, ну вы должны понимать, что осень и весна в Ростове это осень и весна на юге. В сентябре будет где-то 30, и в октябре где-то 20, а в ноябре, ну, 10-15. И с каждым годом все становится теплее. Обещают, что в ближайшие 10 лет температура в Ростове будет идти только вверх. Надо как можно больше сплетов. Что сегодня у нас на завтрак? Так как у нас с Екатериной Евгеньевной просто знаменательный день, мы дочитали Иерусалим, Алана Мура. Катя держит Томик на коленочках, она уже приготовилась зачитывать. То мы решили, и я считаю, что это полное наше право, потому что в августе завтрак из этого романа у нас уже был, но мы решили в честь окончания повторить. И, кстати, это тот роман, где можно сделать кучу завтраков, еды там упоминается море. Давайте я вам сейчас зачитаю отрывок. У нас завтракает одна из самых харизматичных героинь Иерусалима, это Альма Уоррен. Она встает и ковыляет на кухню, где жарит нарезку халуми, пока в духовке надувается и толстеет несколько пит. Когда толстые стейки сыра приобретают кожу на осеннюю пестроту, осеннюю, она снимает их со сковороды. Начиняет кошельки теплого хлеба, добавив пригоршню, листового салата и несколько гильотированных помидоров. Она не может есть халуми без превратного чувства вегетарианской вины. Дело в том, что Альме Уоррен кажется, что халуми похож на рыбу. Это действительно так, потому что, когда он поджарен, его консистенция... Структура волокнистая. Она действительно похожа на рыбью. Катя, когда резала питы, она сделала вот такие карманчики, сделала их круглыми, прям ресторанная подача, я бы сказала. Я обычно, когда начинить надо чем-то питу, я режу вот так, да, просто разрезала вот так и два карманчика начинила. Мне кажется, так и есть удобнее, и нет проблем с засовыванием ингредиентов вовнутрь, ребят. Я так нормально засунула, ничего не... Пахнет просто магически. Я обожаю жареный сыр. Мне кажется, это очень вкусно. И для завтрака просто идеально пальчики оближешь. А я так подозреваю, я себе в пит побольше помидор насувала. Ну, то, что любишь, и то, что тебе нельзя, кстати говоря. Потому что у нас снова болит желудок. У нас это у Екатерины Евгеньевны, если что. Это действительно вкусно. И, кстати, это действительно очень удобный вариант завтрака на завтрак. Потому что готовится это быстро. Но я понимаю, Альма у нас вегетарианка. Я бы еще сюда добавила яичко-пашот. А я бы бекончик хрустящий. И поскольку у нас конец лета, мы решили, что сегодня мы подведем такие глобальные, не только книжные, но и некнижные итоги. Кстати, прежде чем мы начнем их подводить, я должна вам сказать, что я, между прочим, сегодня реально собралась, как я дома собралась на завтрак. Потому что это моя новая пижамка. Браво! Под конец лета я купила себе летнюю пижаму. Но знаете, вот те пижамы, в которых мы были в декабре в видео, они отлично подошли для лета. Для тех, кто живет там, где очень жарко. Потому что эти пижамы из искусственного шелка, они очень хорошо охлаждают. Они прохладные. Они все время прохладные, они не нагреваются. Я почти все лето носила свою черную пижаму. А так как я дома крайне активная, у меня там где-то лак для ногтей, где-то такое пятно от еды, что оно не смывается, что теперь вот я в новой пижаме. Ну, хрюшка она дома, как и я. Я люблю дома быть хрюшкой. Вот, я должна еще сказать, это Элька. Потому что пижама дома должна не стеснять вас. Вообще ничего не должно вас стеснять. Будьте расслабленными. Совершенно верно. Так, наши летние итоги. Давайте начнем с каких-нибудь просто итогов, да, не книги. Наверное, для меня самая незабываемая поездка, это, конечно же, Калининград. То, насколько нам понравилось в этом городе, то, насколько нам понравилось Зеленоградск. Ребят, я такого не ожидала. Я ехала чисто там, ну, полюбоваться, да, посмотреть на архитектуру. Но меня в самое сердце поразило несколько аспектов. Во-первых, это то, что люди на улицах не курят. Как? И нам реально потом, вот, кто живет в Калининграде, рассказывали, что у них соблюдается, действительно соблюдается этот закон о курении. Ни разу за все время, вот, что мы там были, да, за пять дней мы не почувствовали нигде сигаретного дыма, когда ты здесь у нас идешь. Но и, в принципе, сама атмосфера в городе, что в Калининграде, особенно в Зеленоградске, мне было душевно, вот, понимаете, реально душевно, хорошо. Это именно то, что мне было нужно. Потому что мы ездили практически сразу, как я, да, закончила со своей работой. Я отдохнула на сто процентов, я перезагрузилась, и это было восхитительно, это было совершенно потрясающе. Да, потом мы из тихого и спокойного Калининграда вот так вот, пчу, в Москву, где все тусят просто. То, что в этот раз творилось на чистых, я такого никогда не видела, а мы живем всегда на чистых прудах. Это лето, оно как-то для нас стало знаменательно поездками. Я даже захвачу кусочек весны, у нас был Волгоград, там тоже было очень классно и спокойно. У нас был Калининград, Москва, потом Сочи, где было. Я должна отметить Волгоград еще раз, потому что в Волгограде невероятно доброжелательные люди. Как только мы сели в такси, и водитель заговорил, я такого расположения у нас в Ростове тоже не видела. У нас люди более замкнуты. Там это было настолько приятно, когда мы там с кем-то общались в кафешке, в кондитерской, где-то еще. Вот люди реально расположены. Это очень здорово. Да, хотя, как нам сказали, сами волгоградцы любят ругать свой город, любят ругаться, что они все такие закрытые, они такие все целые. Это не в Бухар-Ростову, если кто может подумать. Ростов мы тоже обожаем. Да, но у нас есть недостатки, мы это знаем. В Сочи мне, наверное, больше всего запомнилась именно наша квартира. И то, что как мы со Светой, ребят, как мы пошли на эти орлинные скалы. Приехали, мы полностью их обошли и вышли с другой стороны. Мы сели в такси, и начался дождь. Тот самый шторм, про который рассказывали в новостях. Я до сих пор, вот мы с Катей иногда обсуждаем. Правда, еще такие были у них события. А что было бы, если мы задержались там буквально на полчаса? Я представить это боюсь. Я бы оттуда никогда, наверное, не вышла. А еще мы с фотоаппаратом попрощались, на который сейчас пишем. Но наш поход по орлиным скалам был совершенно незабываем. И он меня вдохновил на то, вот мне хочется какое-то путешествие, да, поехать. Именно потому что я уже давно не была в подобной авантюре, когда ты там с палаткой, тут у вас речка. И я не могу даже вспомнить, когда я столько раз куда-то ездила вот за такой короткий период. Про свои день рождения мы уже множество раз говорили. Просто отметим, что это одно из лучших за лето. Но если говорить о подарках, у меня был еще один подарок. Почему раньше у меня не было такой штуки? Если помните, у нас был марафон завтраков, и я там где-то рассказывала, что я ужасно сплю. У меня все время болит шея, головная боль из-за этого и прочие неприятности. И там очень многие мне посоветовали такую вещь, о которой я вообще не задумывалась. Это подушка для беременных, которая вот такая вот подковка. Ребята, я бы ее себе никогда не купила, ну потому что это как вошло в мою голову, да, так и вылетело. Это как сказала, да. Но хорошо, что есть рядом друг и товарищ, который о тебе иногда думает гораздо больше, да, о твоем здоровье, чем ты сам. Катя мне эту подушку презентовала. Боже мой! Дорогие мои друзья, товарищи, у кого проблемы со сном, пожалуйста, неважно какого вы пола, не обращайте на это внимание. Купите себе подушку для беременных. Это просто потрясающе. Я просыпаюсь, у меня нигде ничего не пережато. Руки чувствуют себя нормально, потому что я все время... Подушка пережата. Ну подушка может и пережата. Я просыпалась с онемевшими руками, потому что сосуды передавливала, когда спала. Господи, где были мои глаза, где мой разум был раньше? Но он там, мой разум и остался. Спасибо Катеньке за то, что она это сделала. Это просто невероятно потрясающе. Я нормально сплю. Мы хоть и договаривались со Светой не дарить друг другу подарки, да, там отложить денежки, но я знала, что Света никогда в жизни не купит эту подушку. И, ребят, давайте скажем честно. Она иногда очень громко храпит так, что вся квартира слышит. Вся. А может быть даже соседи. А с этой подушкой она спит как мышка. Хотя эта подушка, она очень забавно выглядит. У меня всё время ощущение, что она в лодке. Реально. Татуировка. О, да, кстати. Первая татуировка, которую я сделала летом, это браслет, который вдохновлён одной из картин Поллока. И это, так сказать, по мотивам. Первый раз я делала в жару татуировку. И, наверное, я не буду больше делать в жару, потому что заживает она очень болезненно, наверное, скажем так. Ну, как бы, ну вообще некомфортно. Тем более я из тех людей, кто активно двигается и поэтому потеет. И ещё. Я не знаю, как куда это отнести, но это одно из запоминающихся событий лета. Потому что, когда мы неделю назад ходили на шашлык по поводу Светиного дня рождения, по поводу дня рождения сестры Светиной, никого не сожрали комары. Я была в брюках, я была в футболке. Когда мы приехали домой, у меня брюки подвёрнуты. И там вот такое буквально между кедами и брюками расстояние. И вот в этом расстоянии у меня 56 укусов. Её съели. Она была очень вкусная. Никого не съели. Никого. У нас было пятеро. Ни на ком ни одного укусика. У меня сейчас ноги просто красные. На самом деле это очень смешно и забавно выглядит. Нифига. Я понимаю, первые дни Екатерина Евгеньевна просто готова была есть всех подряд сама, потому что всё это страшно чесалось. Но я не чесала. Но если у меня где-то есть комарин и укусик, меня ничего не удержит. Никто не сможет сдержать мои пару и вы почесаться. Я себе расчёсываю, ну я в рану это превращаю. Я не могу. У меня терпение выработало задание. И если бы меня укусили 56 раз, то я Кате сказала, что ты на меня цепь тогда должна была бы надеть, иначе я бы взяла какую-то тёрочку металлическую и просто содрала бы себе кожу. Я ненавижу, когда меня кусают. И мне удивительно, реально, никого. Ну блин, четыре человека ещё кроме неё сидит, никого не укусили. Катька, вот она выглядела как ребёнок, когда у него ветрянка. Причём в одном месте. Да, в одном месте. Нет, у меня до сих пор так вот. На третий день всё перестало чесаться. Я, кстати, ветрянкой болела, и я помню, это абсолютно ужасно просто. Когда ты весь покрыт, у меня вот пооставались, где я содрала. Меня вообще мама за руки ночью держала всю ночь, чтобы я как уснула, да, и не чесалась. Но я всё равно сумела себе кое-что подрать, и у меня остались по телу следы от ветрянки. Ну, а у меня на чесотку выработана сила воли, потому что у меня есть экзема, которая чешется, и я как бы стараюсь этого не чесать, поэтому... Приятные разговоры с завтраком. Ну, ребят, переходим к следующему пункту. Спасайтесь от комариных укусов. Давайте поговорим, наверное, о сериалах и о фильмах. А, давайте. Я скажу честно, что ровно до вчерашнего вечера, когда мы пошли в кино, у меня особо запоминающихся каких-то ярких впечатлений, именно в плане, да, что посмотреть, не было. Но мы вчера сходили на премьеру и посмотрели «Зелёного рыцаря». Боже мой! Я не могу даже передать, в каком я восторге от всего, что я увидела на экране, но это тот самый вариант, когда надо идти подготовленным и понимать, что ты будешь смотреть. По разговорам и по реакции в зале мне было понятно, многие рассчитывали на что-то совершенно иное. А тут стилистика, ровно впечатление, что вы читаете средневековую легенду. Потому что действие, оно иногда буквально стоит на месте, и там очень много вот каких-то аллегорий, да, каких-то образов религиозных, философских. И, как говорится, там без стаграм не разберёшься. Автор всю эту легенду, он поставил о «Зелёном рыцаре», он поставил её с ног на голову. И плюс внёс ещё много своей философии. Я осталась просто в восторге. Всё было очень здорово, очень красиво, очень кинематографично. И, кстати, там есть отсылки ещё и к другим фильмам. Ну, вот каким-то очень знакомым. И к другим, не только, кстати, к «Зелёный рыцарь замешан», там замешаны и другие легенды. И вот если говорить об образах, всё, что там нам показали, это как бы и Артур, и не Артур, и Мерлин, и не Мерлин. Кстати, мне очень понравился образ Мерлина. Ну, вот того самого неназываемого волшебника, который пару раз мелькал на экране. Потому что у многих героев там реально нет имён. И вообще, фильм, основная его часть, она проходит без слов. Это просто кадры под такую вот немножко завывающую музыку. Ой, кстати, мне очень понравился саундтрек. Вот я что хотела сказать. Саундтрек был просто божественный. Если говорить о сериалах, то, пожалуй, самым запоминающимся для меня был Локи. А я ничего особо, кроме Локи, то и не смотрела. Ну, у нас всё это прошло под знаком Марвел. Да, как пересматривали, вот Марвел по хронологии и Друзей сейчас пересматриваем. Вот так до сих пор Марвел уже закончили, друзья с нами остались. Я очень хочу после того, как мы закончим пересматривать Друзей, я хочу пересмотреть «Город хищниц». Это тоже ситком, там тоже играет Кортни Кокс. Я его просто, ребят, обожаю. Там очень много забавных ситуаций. Ну и, в принципе, тоже такое, знаете, лёгкое развлекалово. Мне почему-то понравилось начинать утро. Вот 20 минут серию посмотрел, как во время завтрака, и как-то у тебя бодренько дали хорошее настроение. Видишь, а я так всегда начинала утро, когда ты работала. Ну, я теперь понимаю, Кать, твои утра прекрасные. Давайте перейдём к книжным итогам. Вот лично для меня главное августовское событие, и вообще август у меня прошёл под знаком Иерусалима. Я от этой книги, знаете, я даже не могу сказать в полном восторге, но я полностью прочувствовала то, что Алан Мур, может быть, всерьёз даже считает себя магом, да, и что он там оккультист. Потому что периодически у меня было ощущение, что меня эта книга вот полностью затянула в себя. Но она поглощает всё твоё внимание. Были такие главы, когда ты как будто из них выныриваешь. И это очень хорошо написано. Может быть, это написано очень хорошо лишь местами, но эти места, они полностью восполняют всё то, что написано около этих мест. Иерусалим — это определённо самое яркое, одно из самых ярких чтений этого лета, а самое-самое яркое чтение, ребят, для меня это всё-таки Трансметрополитен. Те эмоции, которые меня захлёстывали во время чтения, где я была раньше. Вот просто реально, где я была раньше. Ещё одно совершенно прекрасное для меня было чтение — это неделя фэнтези. Один день, одна книга. Когда мои руки дорываются до фэнтези, то держите меня семеро. Вот это реально, мне хочется бросать всё и читать только фэнтези. И я думаю, что вот мне надо как-то себя так организовать, чтобы у меня обязательно хоть раз в месяц, ну, в полтора месяца, выходила вот такая вот подборочка, где я читаю новинки фэнтези, что-то из старенького фэнтези. Именно вот в формате один день, одна книга. Мне кажется, для меня это будет... У меня такие же ощущения от такого чтения, вот как будто я съездила в Калининград. Я перезагружаюсь и как-то обновляюсь. Но мои впечатления от фэнтези вы увидите 7 сентября. Тогда выйдет как раз-таки это видео. Обязательно посмотрите, потому что... Я забыла, как называется видео. К мыслю шла. Она там и радуется, и возмущается. Причём у неё были такие возмущения. Ну, вы вспомните, наверное, про что, да? Про Пикару. Что она мне реально не давала уснуть. Что ж ты так нервничаешь? Меня так давно не бомбило, как от этой книги. Но я дальше читать буду. Ну, как вот у меня с Мещук. В полике они такие. Так, ну, да. Просто ещё. Сейчас, секундочку, скажи что-нибудь. Я сейчас преподготовлюсь для речи. А что ещё сказать? У меня нет худших книг вообще вот этим летом. Дело в том, что я знаю, как дальше в Пикаре, именно в Инквизиторе, в самом цикле, будет разворачиваться мир и будут разворачиваться события. Потому что мне так не терпелось, что я полезла и просто всё прочитала. И самое дурацкое в том, что мне нравится та цепочка, как выстраивает автор свой мир, да, и как он переворачивает всё с ног на голову. Но мне абсолютно не нравится какое-то несостоятельное повествование. Вот реально несостоятельное. Ребят, обязательно делитесь своими самыми запоминающимися летними событиями. Мы на этом желаем вам приятного аппетита, хорошего дня. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, ждём осень.